Приветствую всех, кто встречает Новый день с нами. В эфире Вести утро Кабардино-Балкария, в студии Лейла Махова. В Жанхотека приступили к ремонту двух жилых объектов. Это стало возможным благодаря участию Баксанского района в республиканской программе проведения капремонта многоквартирных домов в 2014 году. Подрядчики уже начали замену кровли, старый шифер меняют на металлочерепицу. Кроме того, в обоих зданиях строителям пришлось укреплять стены. Вот тут фундамент оседал очень сильно, вот там заметна осадка фундамента, но он уже укрепляется по ходу ремонта, по проведению ремонта, и крыша протекала очень сильно. Поступали всякие заявления от самих жильцов, мы тоже как-то посодействовать пытались. В целом, на капитальный ремонт многоквартирных домов было выделено чуть больше 1 миллиона рублей. Львиную долю свыше 60% выделил фонд содействия реформированию ЖКХ. 300 тысяч рублей поступили из казны республики. По 15% софинансировали и сами жильцы. На их средства установили пластиковые окна и двери. Завершить работы подрядчики должны к концу октября. С овощей и фруктов смогут снять излишний лоск. Россия, Белоруссия и Казахстан предлагают отказаться от пищевой добавки Е912, благодаря которой те же яблоки на прилавках не только выглядят блестящими и аппетитными, но и ждут покупателей дольше. Как пишет российская газета, законопроект опубликован на едином портале раскрытия информации госорганами. Е912 используют в основном для обработки свежевыращенных продуктов, защищая их тем самым от насекомых. Добавка в нашей стране разрешена. Ею можно покрывать свежие цитрусовые фрукты, дыню, манго, папайю, авокадо, а также ананасы и яблоки. Эксперты утверждают, российские производители давно отошли от подобной практики и чтобы сохранить свежесть фруктов, используют метилциклопропен. Однако, учитывая условия на сегодняшнем рынке и активную поддержку государством отечественных поставщиков, запрет Е912 называют вполне логичным. Александру Сокурову присвоили звание офицера Национального ордена искусств и литературы. Знак отличия российскому режиссеру вручили в Генеральном консульстве Французской республики в Санкт-Петербурге. В 95-м Европейская киноакадемия включила Сокурова в список 100 лучших авторов мирового кино. Во Франции он один из самых популярных режиссеров. Его фильмы чаще всего попадают в программу международных фестивалей. Сейчас Сокуров в Париже и работает над новым проектом. В картине «Франкофония» он рассказывает, как удалось спасти Лувр во время фашистской экспансии. Такие киноленты помогают лучше понимать чужие культуры, отметил генконсул Франции в Петербурге господин Тибо Фурьер, вручая награду. Творческая встреча с поэтом из Кабардино-Балкарии Хасаном Тхазепловым прошла во Владикавказе. Автор выступал в рамках литературного проекта «Зеленая лампа». На беседу с заслуженным деятелем культуры России пришли коллеги по Перу, почитатели творчества Тхазеплова. Говорили о развитии культуры, искусства и литературы в стране. Поэт также рассказал о своих работах. Стихи он пишет в основном философские, размышляет о Боге и судьбе, жизни и смерти, роли любви в жизни человека. Тхазеплов автор множества книг, среди которых «Караванщик», «Третья смена», «Лунный дождь» и «Зерна для сердца». В преддверии Дня национального костюма в одной из общеобразовательных школ Чигема провели открытые уроки. Стихи и песни, танцы. Пока малыши исполняли кафу, в холле школы развернули выставку. Каждый желающий мог поближе рассмотреть экспонаты музея и образовательного учреждения, старинную одежду, домашнюю утрость. Старшеклассники к празднику подготовили швейные изделия с адыкским орнаментом. В этот же день можно было и продегустировать национальные блюда. Спортсмен из Бабугента Казин Туменов завоевал очередную высокую награду. На завершившихся в Москве 24-х всероссийских соревнованиях по боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина Туменов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 килограммов. Как отметили тренеры, молодой человек уверенно прошел отборочные старты турнира. Однако в финальном бою уступил по очкам боксеру из электростали Алексею Симыкину. 16-летний Туменов – воспитанник Бабугенского бойцовского клуба «Бастион». Его тренер – Хусейн Туменов. К настоящему часу эта вся информация. Увидимся в следующем. Оставайтесь на телеканале «Россия». Приветствую всех, кто встречает новый день с нами. В эфире «Вести утро Кабардино-Балкария» в студии Лейла Махова. В Жанхотека приступили к ремонту двух жилых объектов. Это стало возможным благодаря участию Баксанского района в республиканской программе проведения капремонта многоквартирных домов в 2014 году. Подрядчики уже начали замену кровли. Старый шифер меняют на металлочерепицу. Кроме того, в обоих зданиях строителям пришлось укреплять стены. Тут фундамент оседал очень сильно. Вот там заметна осадка фундамента, но он уже укрепляется по ходу ремонта, по проведению ремонта. И крыша протекала очень сильно. Поступали всякие заявления от самих жильцов. Мы тоже как-то посодействовать пытались. В целом на капитальный ремонт многоквартирных домов было выделено чуть больше одного миллиона рублей. Львиную долю свыше 60% выделил фонд содействия реформированию ЖКХ. 300 тысяч рублей поступили из казны республики. По 15% софинансировали и сами жильцы. На их средства установили пластиковые окна и двери. Завершить работы подрядчики должны к концу октября. С овощей и фруктов смогут снять излишний лоск. Россия, Белоруссия и Казахстан предлагают отказаться от пищевой добавки Е912, благодаря которой те же яблоки на прилавках не только выглядят блестящими и аппетитными, но и ждут покупателей дольше. Как пишет российская газета, законопроект опубликован на едином портале раскрытия информации госорганами. Е912 используют в основном для обработки свежевыращенных продуктов, защищая их тем самым от насекомых. Добавка в нашей стране разрешена. Ею можно покрывать свежие цитрусовые фрукты, дыни, манго, папайо, авокадо, а также ананасы и яблоки. Эксперты утверждают, российские производители давно отошли от подобной практики и, чтобы сохранить свежесть фруктов, используют метилциклопропен. Однако, учитывая условия на сегодняшнем рынке и активную поддержку государством отечественных поставщиков, запрет Е912 называют вполне логичным. Александру Сокурову присвоили звание офицера Национального ордена искусств и литературы. Знак отличия российскому режиссеру вручили в Генеральном консульстве Французской Республики в Санкт-Петербурге. В 1995-м Европейская киноакадемия включила Сокурова в список 100 лучших авторов мирового кино. Во Франции он один из самых популярных режиссеров. Его фильмы чаще всего попадают в программу международных фестивалей. Сейчас Сокуров в Париже и работает над новым проектом. В картине «Франкофония» он рассказывает, как удалось спасти Лувр во время фашистской экспансии. Такие киноленты помогают лучше понимать чужие культуры, отметил генконсул Франции в Петербурге господин Тибо Фурьер, вручая награду. Творческая встреча с поэтом из Кабардино-Балкарии Хасаном Тхазепловым прошла во Владикавказе. Автор выступал в рамках литературного проекта «Зеленая лампа». На беседу с заслуженным деятелем культуры России пришли коллеги по Перу, почитатели творчества Тхазеплова. Говорили о развитии культуры, искусства и литературы в стране. Поэт также рассказал о своих работах. Стихи он пишет в основном философские, размышляет о Боге и судьбе, жизни и смерти, роли любви в жизни человека. Тхазеплов автор множества книг, среди которых «Караванщик», «Третья смена», «Лунный дождь» и «Зерна для сердца». В преддверии Дня национального костюма в одной из общеобразовательных школ Чигема провели открытые уроки. Стихи, песни, танцы. Пока малыши исполняли карту, школы развернули выставку. Каждый желающий мог поближе рассмотреть экспонаты музея и образовательного учреждения, старинную одежду, домашнее утро. Старшеклассники к празднику подготовили швейные изделия с адыкским орнаментом. В этот же день можно было и продегустировать национальные блюда. Спортсмен из «Бабугента» Казин Туменов завоевал очередную высокую награду. На завершившихся в Москве 24-х всероссийских соревнованиях по боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина Туменов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 кг. Как отметили тренеры, молодой человек уверенно прошел отборочные старты турнира. Однако в финальном бою уступил по очкам боксеру из электростали Алексею Симыкину. 16-летний Туменов – воспитанник Бабугенского бойцовского клуба «Бастион». Его тренер – Хусейн Туменов. Это была последняя информация. Я с вами прощаюсь и желаю всем удачных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok